Дорожное движение Действительно переживаем о своих студентах, да, и в связи с тем, что у нас подписан план о сотрудничестве, взаимодействии с сотрудниками ГИБДД Ленинского муниципального района, мы активно работаем в этом направлении. Обучающий урок состоял из двух частей – теоретической и практической. Сотрудник ГИБДД Ирина Чекмарева подошла к своей задаче творчески. Вместе со студентами она разыграла театральную сценку, которая напомнила ребятам о правилах дорожного движения. Ребята с творчеством подходят, рисуют свои плакаты определенные. То есть я сегодня приехала, у меня тоже свои заготовочки есть, но меня ребята встретили тоже со своими призами, так можно сказать. Поэтому да, ребята стараются, помогают. Пришло время приступить к практике. Студенты отправились на улицу применять полученные теористические знания. В ходе акции ребята вручали водителям листовки с обращением быть внимательным и осторожным на дорогах. Желаю, чтобы вы всегда соблюдали правила ГИБДД. Это вам. Спасибо большое. Мы его соблюдаем всегда. Анастасия Ионова приняла участие в такой акции впервые. Но, несмотря на это, она хорошо усвоила все правила и успешно агитировала других не нарушать их. Участвую, потому что пешеходы тоже участники дорожного движения. Они в большем риске, чем водители, потому что машина все-таки безопаснее. А Владислав Дзыганский считает своим гражданским долгом принимать участие в таких акциях. Чтобы водители не забывали то, что помимо них на дорогах есть еще и пешеходы, и то, что всегда надо уступать дорогу пешеходам. Сотрудники ГИБДД считают, что такие акции нужно проводить регулярно, чтобы у людей сформировались навыки безопасного поведения на дорогах, которые помогут предотвратить значительное число аварий. Ведь, как показывает многолетний опыт, обучающие уроки идут на пользу всем, независимо от их возраста и профессии. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. Видное ТВ.